Уважаемые онлайн слушатели, меня зовут Тулиген Уразалиев. Трансляция ведется из города Алматы с офиса официального партнера компании Alpari. Ежедневно мы встречаемся два раза в день для того, чтобы обсудить ситуацию по валютным парам евро-доллар, фунт-доллар и фьючерсу-золото. Куда направляются эти пары, почему они стоят, мы, соответственно, анализируем при помощи технического инструмента линии Fibonacci. Напомню, мы работаем по стратегии Range и выход из Range до дальнейших уровней Fibonacci, то есть забираем импульс по уровням Fibonacci и прячем свои стоп-лоссы тоже за уровнями Fibonacci. Данную стратегию в онлайн режиме мы тестируем уже на протяжении трех месяцев, поэтому у кого-то уже появился опыт определять правильные каналы, правильно заходить в них, вовремя выходить. Если у кого-то пока что не получается самостоятельно, смотрим ежедневные обзоры, вместе будем находить каналы, обсуждать их и на следующий день мы будем радоваться тейк-профитам, либо стоп-лоссам, что там с ними произошло. Напомню также, что записи данных семинаров есть в YouTube, то есть можете посмотреть историю всю сентября месяца, как там все это происходило. Итак, давайте я сейчас перейду на экран и мы с вами продолжим общение, еще я включу чат, чтобы было видно. Отлично. Итак, ничего не меняется по традиции, последний выбранный коридор, это коридор дневного нашего с вами обзора, то есть падение и стопроцентный прорыв евро выше сотого уровня. Что делает евро? Она неоднократно ходит за стоп-лоссом, за 76-м. И еще раз повторюсь, не прячьтесь по данной стратегии даже за 61-м. Смотрите, что она делает, она даже ходит на 61-м и выключает тех, кто там спрятался, а потом уходит. Но дает возможность все равно зайти. И вот последний вход был у евро вот здесь. То есть вышел он, протестировал сотку, я здесь зашел, соответственно, не коснулся 76-го. И вот сейчас моя сделка находится в прибыли. Буквально час назад евро достигло уровня 161 и откатывает от него. Опять-таки, если она достигает и откатывает, это говорит о том, что коридор правильный. Это говорит о том, что Фибоначчи в мире существует и есть им место для существования. То есть просто так евро в воздухе, она не могла бы остановиться. То есть если кто-то сейчас не знаком с Фибоначчи, он смотрит и думает, а что эта евро вдруг шла, шла и развернулась. А Фибоначчик ему говорит, ну дай ей немножко развернуться, потому что она же уперлась в уровень. А чтобы, соответственно, пробить уровень, нужно несколько раз его почувствовать сначала. Раз подошел, чик, не пускает. Подошел, чик, не пускает. Ага, и будет пробивать до 261-го. Сигнала до 423-го в данном канале нету, потому что выход из-под сотки был плавный, без пробития 161-го. То есть только сотку пробивает и сигнала на 423-й нету. Значит на 261-м нужно забирать прибыль, это цена 1.07210, я там заберу прибыль. Но кто не участвует в данной сделке, а в данной сделке могли не участвовать те ребята, кто боятся, те ребята, кто до сих пор не понял, как мы работаем, или те ребята, кто в этот момент занимался своими делами. К примеру, там, не знаю, был в гостях, ехал за рулем, там, не знаю, или там сидел в кинотеатре. Он, допустим, не участвовал здесь. Поэтому для вас есть другой коридор. Еще раз напомню, смотрите, когда мы видим вот такие свечи сильные, вот такие, раз, два, надо смотреть, что они делают. Они добивают или они пробивают. И вот эта вот последняя белая свеча, то есть прошлого часа, она показала, что, ну, своим характером, что она пробивает. Что она не добивает какой-то уровень, а пробивает. А что же она пробивает? Она пробивает хай вот этой черной свечи. И вот она ее пробила. То есть сейчас у тех, кто раньше не участвовал, есть уникальный вход на бай. На бай. Почему? Потому что нужно не забывать, мы работаем в одноцветных коридорах. Это когда совсем самое начало. Но не забывайте еще о полудугах, которые пробиваются. То есть изначально на самых первых семинарах мы работали с вами в полудугах. И вот она полудуга, которая будет сегодня работать. Это вот эта. То есть сформировалось что-то такое, закруглилось и пробило. Вот эта полудуга, неважно, какие здесь свечи, там может быть полный хаос. Но самое главное, что она выглядит трендовым таким, знаете, разворотом. Трендовым разворотом и пробитием локального уровня. Вот. Поэтому полудуга будет отрабатывать. И обратите внимание вот сюда. Смотрите, я натянул вот эту полудугу, да, свежую. И мой тейк профит совпадает с уровнем 261. Потому что здесь плавное пробитие сотки. Мы находимся на сотке. Прямо сейчас можно зайти, кто раньше не участвовал в сделках, и забрать прибыль на 0.7224. Смотрите, 261 от этой полудуги четко совпадает с 261 от нашего канала. Бумс. Видите, они стоят на одном уровне. Это говорит, что в принципе евро, дойдя до суда, удовлетворит и вот этих ребят, которые стояли раньше в большом коридоре, и вот этих ребят, которые только что к нам присоединились на этой дуге. Я уже, я ее называю полудуга, но на самом деле она не дуга, а, не знаю, парабола какая-то там. Ну, ладно, пусть у ней будет кличка полудуга, да. А низ за что зацепил? Какой низ? Вот здесь или в полудуге? Екатерина, если вы были 24 октября, то вы поймете, куда цеплять низ. Если вас не было 24 октября, то добро пожаловать на секреты использования линии Фибоначчи, которые будут проходить у нас в начале декабря. Сейчас я сделаю анонс. В начале декабря будет у нас были. Ну, все, значит, вы знаете, куда цеплять. То есть в прямом эфире я об этом оглашать не буду, где я цепляю низ. Смотрим, ищем, и цепляем. Наугад цепляешься за любую израильц. А вы уже прицепите по правилам. Все. 261 пробитие сотки, новая полудуга. Пошли вперед. Вот. Далее. Про евро. Соответственно, ну, как бы, понятно этот, как он. Резюме на сегодня. То есть, либо добиваем старый коридор, вот я его буду добивать. Либо работаем в новом коридоре, либо вообще ищем абсолютно новые коридоры. И вот для тех, кто хочет сегодня начать новую жизнь, для них есть абсолютно новый коридор. Белая, 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 белая. Ну, и что-то там, не знаю, какой-то возврат. Но также для вот этих новых ребят по евро есть еще одна полудуга, которая пробилась. И вот давайте проверим, что она делает. Вот она полудуга, вот она пробилась. Уже стремится к своему 261. Ну, она сейчас его дойдет до этого 261. Это я для чего рисую? Знаете, что пока мы работаем в больших каких-то там коридорах, в маленьких коридорах происходят свои движения. И у кого есть маленькие депозиты, небольшие, там по 2, по 3, по 5 долларов, вы можете здесь где-нибудь заходить и забирать вот эти маленькие движения. Раз пробил, а здесь зашел, опа, и забрал здесь, не знаю, 17 центов. Потом раз зашел опять и еще где-нибудь забрал. Либо цепляем стопы в новом коридоре. Да, несколько вариантов. Либо в новом коридоре стопы цепляем, либо в старом коридоре дорабатываем то, что нужно. Кстати, старый коридор тоже по выгодной цене находится. В принципе, он тот 161. Вот, пожалуйста, до стопика здесь 30 пунктов, а до тейка здесь 50 пунктов. Рентабельность есть? Можно, в принципе, отработать прямо сейчас по старому коридору. Но нужно было заходить вчера. Вот здесь нужно было не бояться. Снесло стоп-лосс, ладно, еще раз зашел. Снесло, ах ты, ладно, еще раз зашел и пошел. Есть у меня один товарищ, он прячется под 61-м, под 61-м и звонит мне. А, слушай, меня не зацепило. Где-то здесь он мне звонил. Сегодня утром из-за того, что я контролировал ситуацию, у меня есть прибыль, у него нет. Он в полной уверенности, что его не зацепило. А его агаса выключила здесь. Все, про евро все. Коридор хороший. Ждем 261-го. Полудуга сформировалась для новичков, для сегодняшних ребят, которые вчера не работали. Вот он есть. Новый коридор. Работаем до 261-го. Пробитие сотки. Вы находитесь сейчас по выгодной цене. Стоп-лосс у вас 5 пунктов. Тейк-профит у вас 50 пунктов. Один к десяти рискнуть можно. Ну, в стоп-лоссе 5 пунктов всего. 6 пунктов. 7 пунктов. А в тейк-профите 53 пункта. Смело. Поэтому я бы сюда запрыгнул. Почему я сижу? Потому что у меня более выгодная ситуация, и я контролирую ситуацию. И по этому коридорчику, и по этому коридорчику. Все, про евро все. Слишком много внимания сегодня евро мы уделяем. Фунт. Фунт тоже красиво вчера сделал. Красиво что сделал? Не добил 261-й. То есть не додал прибыль. Вот со вчерашнего дня висит эта сделка. Не додавшая прибыль. Только что сходил четко на ноль вчерашние сделки. И опять идет вниз. У фунта какая ситуация? Тот же самый коридор, который мы выбрали вместе с вами. То есть белое-белое-белое вверх. Черное стопроцентное пробитие. Вышел. Стоп-лосс не цеплял. Прямой наводкой на 261-й. Опа! Развернулся и ушел вниз. И ушел вернее вверх. Я остаюсь в этой сделке. Потому что у меня здесь хорошая рентабельность. Стоп-лосс 20 пунктов. 25. А тейк-профит 70 пунктов. Нужно дождаться закрытия. И закроемся. Также у фунта смотрите сформировалось доказательство того, что все-таки тренд начал формироваться. Вот она полудуга и ее пробитие. То же самое смотрите. Дуга, пробитие. Бумс зашли с пробитием 161-го. Здесь хороший сигнал есть даже до 423-го. Я неправильно здесь прицепил, походу. Внимательно контролируйте магнитики. А нет, правильно, все. Все. Пробитие 161-го. Куда-то на 423-й стремится фунт. Только что фунт по новому коридору протестировал сотку. Опять-таки, смотрите, для тех, кто вчера не участвовал, вот для вас идеальный вход. Полудуга, пробитие, не добив 261-го, возвращается на сотку. То есть, как будто бы вчера, как будто бы это вчера. То есть, фунт дает вам возможность зайти еще раз на пробитие сотки. Заходим, стоп-лосс на 76-м. Гораздо короче, чем у меня. Видите, мой стоп-лосс выше остался. И тейк-профит на 261-м. Бумс. Но здесь можно еще и на 423-й поставить, потому что сигнал был пробития из-под сотки вместе со 161-м. Увеличу для тех, у кого плохое зрение. Ну, вот так. Это фунт, так выглядит. То есть, мы работали вот в этом коридорчике, но потом он сформировал еще и дугу, и пробил эту дугу. И в этой дуге есть сейчас хороший вход в сел. Бумс. А, кстати, вот здесь был вход. Пробили, сел, прямо на открытии. И сейчас вы находитесь на этой же выгодной цене. То есть, сделка по этому коридору будет выглядеть так. Вот он стоп-лоссик, его на 76 ставим, а тейк-профит ставим на 423. Вот так будет выглядеть сделка. Рентабельность здесь вообще уникальная. В стопе 8 пунктов, а в тейке 110 пунктов. 8 пунктов против 110. Поэтому я обожаю эту стратегию. То, что если она забирает, то потом с лихвой отдает. То есть, забирала, забирала по 100 долларов. Потом как отдаст пару тысяч долларов. И нормально все. Поэтому по фунту, опять-таки напомню, я стою в этом коридоре. Стоп-лосс у меня должен стоять на моем уровне. Вот здесь. А тейк-профит у меня должен стоять на моем уровне. Вот здесь. Я стою в этом коридоре. Но здесь появился новый коридор, в котором тоже можно сегодня поработать. Поработать и возвращаясь. Возвращаясь. Здесь тоже на место. Давайте здесь полубугу оставлю. Для того, чтобы вчера... Я вот так резюме сделаю. Здесь я оставлю сегодняшнюю полубугу. И на фунте я оставлю тоже в сегодняшнем. Вот так бы я торговал бы. И вот так бы я торговал бы сегодня. Вот так бы я торговал бы. Вот. Ну, примерно вот такой диагноз. Я как врач говорю. То есть, евро, к сожалению, сегодня пойдет вверх. А вот фунт, к сожалению, сегодня пойдет вниз. Это очень хорошо. Я вам всегда говорил из практики, что евро-доллар и фунт-доллар, когда в разные стороны ходят, это очень хорошо. Это значит, рулит пара евро-фунт. Когда они в разные стороны ходят, это очень хорошо. Это значит, евро-фунт идет понятно куда. Ну, понятно, Дмитрий. Все отказались от свежей колбасы. Поэтому свежую колбасу и не используем мы. Давайте я продолжу. Комментарий по золоту. Кто вчера на золоте смог заработать на полудуге? Поставьте плюсики. Я просто хочу понять вообще. Следите за этим или не следите. Вот на золоте я вчера заработал на полудуге. Это было после нашего вечернего обзора. То есть, было пробитие. Потом я смотрю, она возвращается к сотке вот здесь. Ну, очень хорошо. Ну-ка, зашел. Не успел очухаться. Она за три часа меня как закрыла. Да, стейк профит. Во, как хорошо. Не трогал стоп-лосс 76-й. И четко протестировал 261-й. Видите, тейк профит. Он его просто снес. Но было очень хорошо. Смотрите, красивая полудуга. Вот это с таким пробитием и с таким немножко с возвратом. Типа, вот вам цена повыгоднее. Ближе к сотке. Заходите в меня. Раз, зашли. Ближе к сотке. Стоп-лосс 76-й. Тейк профит 261. Бамс. А там ни много ни мало. Там 70-80 пунктов. Да, вот. 78 пунктов. Я удвоенным лотом зашел и забрал эту сделочку. Поэтому, как бы, смотрим. Вот такие, как бы, полудуги. Они и здесь, и здесь. То есть, формируются. Когда тренд. Когда тренд. Не важно, там сколько свечей. Не важно, сколько свечей. То есть, мы договорились с вами. Когда нету тренда. Вот. Выбираем одноцвет и пробитие. Ну, нет. А когда уже начался тренд. Вот это вот тоже тренд. Смотрите. Тиг-дыг-дыг-дыг. Бумс. Пробитие. Здесь. Тиг-дыг-дыг. Куча неправильных свечей. А потом. Бумс. Пробитие. Ну, все. Можно заходить до 260. Меня просто единственное, что удивляет, что фунт не дошел до 260. Такой техничный парень. Шел, шел, шел к девушке своей, которая в 261 доме живет. Постоял возле подъезда, развернулся и ушел. Не дошел он до своей девушки, вот этот фунт, вот здесь. Ну, и не дошел он до нас. По старому коридору. И вот это меня очень сильно удивило. На самом деле. То есть, я думал, что ночью он выключит все это. Но он не выключил ничего этого. Поэтому вчера был хороший такой трейдерский день. Давал он нормально. Золото хорошо давало. То есть, золото еще раз подтвердило новый хай. То есть, выше предыдущего хая. Соответственно, золото, значит, по часовке уже рисует восходящий тренд. То есть, был у нас какой-то такой краткосрочный нисходящий тренд. И золото сейчас уже начинает рисовать восходящий тренд. Потому что вот эти, если два хая прицепить, то у золота уже все хорошо. Уже куда-то мы вверх идем. Вот поэтому 423 цель для золота вполне реальная. 10,89. Поэтому... А, у золота, кстати, тоже есть вход. Прямо сейчас. Давайте я вам покажу. Кто видит вход, уже можете, в принципе, пальцем показать. Вот она, полудуга и пробитие. И последняя свечка, за которой требовался контроль, это хай черной свечи. Вот мы ее только что пробили и опять даем выгодную цену. Я на золото еще раз зайду. Почему? Потому что на золоте у меня сделок нет. Вот. Вот здесь нужно подкорректировать, соответственно. Все, вот так. Подкорректировал, зашел. Цена более-менее выгодная. Цена более-менее находится возле сотки. Захожу. Захожу только до 261. 261, стоп-лосс, под 76. Почему я сделал? Потому что по золоту у меня сделать не было. Но опять-таки, полугуга. Хорошая вот эта свечка. Смотрите. Сейчас увеличу. Вот эта свечка своим характером говорит, что она что-то пробивает. Что она пробивает? Она пробивает вот этот твой. Пумс. Пробивает и уходит. Ну, кто был 24 октября, тот прекрасно понимает, что вот эта свечка вообще ничего не значит. Кто был 24 октября. Кто не был 24 октября, конечно, смотрит на эту свечку и говорит, почему ухай же вот здесь так высоко. Она ничего не значит. Значит, здесь вот эта вот свечка. И этот уровень уже пробит. Поэтому напомню еще раз, в начале декабря будет у нас условно-платный семинар, открытие счета на 1000 долларов, просмотр секретов построения Фибоначчи. 26-го, напомню еще раз, у нас будет встреча с Александром Журбиным, психология и мани-менеджмент. Я все это говорю из нашего офиса, да. То есть не забывайте об этих датах. 26-го, это четверг. Сегодня у нас уже какое? Сегодня... А, ну это завтра. Завтра в 15.00. Завтра в 15.00 мы будем с вами по психологии и мани-менеджменту общаться. По поводу наших коридорчиков, соответственно, да, то есть запомнили, что где нужно вылавливать, что где нужно смотреть. И я с вами прощаюсь на 6 часов. Встретимся мы с вами через 6 часов. Единственное, я посмотрю ваши чаты. Они по второй черной? Та-да-да-дам. Давайте по второй. Давайте. Давайте по второй. Тогда вот так. Правильно делаете замечание, то есть внимательно смотрите. Я, видите, просто спешу же, как бы, ну, чтобы быстрее там все рассказать и так далее. Поэтому, когда вот так внимательно вы не спеша посмотрите, здесь правильный был комментарий, замечание, что по второй свечке нужно цеплять. И, соответственно, здесь тоже ищите, ищите, ищите. Нет, все-таки по этой. Ну и все. Вот он правильный коридор по золоту. Куда-то попла. Не понял, Сергей. Вот. Я думаю, что все понятно. Вот здесь тоже внимательно посмотрите. Вдруг я ошибаюсь. По второй, по третьей свечке. Там, вот здесь внимательно вниз посмотрите. Хорошо? То есть, ну, по-моему, по-моему. Нет, правильно, по-моему. А, нет. Все правильно, по-моему, да. Вот, внимательно просто посмотрите, подкорректируйте. И вот здесь тоже внимательно посмотрите. Ну, здесь других вариантов нет. Здесь вот это черное, вот это белое. Ну, все. Я думаю, что сегодня все понятно. Добиваем старые коридоры, обрабатываем новые пробития, новые какие-то здесь вот сформировавшиеся по золоту. Красиво сформировалось, кстати. Вот. И до встречи через 6 часов. А, и еще, не забывайте про то, что, не забывайте про то, что вообще начинает формироваться что-то такое красивое. Раз, два, три, назад. Про это тоже не забывайте, хорошо? Потому что это может быть, ну, как бы сегодня серьезным входом. Раз, два, три, назад. Ну, я всегда ранним утром занимаюсь тем, что я ищу вот такие вот красивые вещи тоже. Вот, например. Ой, раз. Раз, два, три, назад. Ну, и наблюдая просто за ними. Может быть, они сейчас с этой стороны выйдут, тогда начнут торговать. С этой стороны выйдут, начнут торговать. С этой стороны выйдут, начнут торговать. Ну, понятно. То есть, не забывайте про какую-то красоту. И когда вы следите за красотой, не забывайте про полудуги. То есть, сформировалась какая-то вот такая дуга, пробила что-то. О, все хорошо. Что пробило? Пробивает какой-то серьезный уровень. Бумс. Ага. Значит, можно уже торговать вверх. То есть, был какой-то рейндж, который похож на полуду. Бамс пробили. Все, идем туда вверх. Вот так примерно анализируйте. Правильно говорить. Вот она, свежая колбаса. Вот она. Это наисвежайшая белая-белая на сегодня. Вот она, свежая колбаса на сегодня. И свежая колбаса на сегодня вот здесь. По золоту. Все? Отлично. То есть, мы все учитываем. И свежие коридоры, и старые коридоры, и так далее, и так далее. Самое главное в этой стратегии определиться. То есть, за тремя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Либо добиваем что-то вчерашнее, либо работаем в чем-нибудь сегодняшнем. Понятно, да? Ну все. Большое спасибо. До встречи через 6 часов. Анализируем, смотрим. И зарабатываем. Спасибо. До свидания.